Что это вообще XR? Некий такой термин, который объединяет виртуальную реальность, дополненную реальность, смешанную реальность. Мне кажется, ты чертов инженер, который случайно попал в кресло предпринимателя, генерального директора. Это означает. Я надеюсь, чтобы быть предпринимателем, в какой-то части нужно быть достаточно тупым человеком. Всем привет. Привет. Мы тестируем новый формат встречи в офисе LifeR. Сегодня мы поговорим с моим другом, коллегой, партнером Юрой Рислатиной про виртуальную реальность, про LifeR и в целом, что происходит в этой отрасли. В целом, мы поделимся опытом построения компании виртуальной реальности, потому что я тоже немного к этому сопричастен. Передаю слово Юре, чтобы он представился, коротко рассказал про себя и, может быть, какой-то месседж на следующую нашу дискуссию придет. Да, еще раз всем привет. Я Юра. На текущий момент я генеральный директор LikeVR. Я занимаюсь VR и VR, XR в целом. С 2014 года за это время мы, как компания, больше 120 кейсов реализовали. Если говорить про какую-то цель или вообще конву какой-то, наверное, разговор, то я люблю говорить о том, зачем вообще нужен XR. Начиная с того, что это вообще такое, ну и какие-то практические вещи из опыта, может быть, сегодня обсудим, да, про построение команды. На самом деле тема это для меня действительно, я только, может быть, не так давно понял, что она так или иначе в жизни мы вплетена была на разном уровне. Что вообще такое XR, XR это extended reality, то есть это некий такой термин, который объединяет виртуальную реальность, дополную реальность, смешанную реальность. Как одна из альтернатив, как я это называю, это гиперреальность. Вот, соответственно, если как-то попробовать обобщенно и понятно объяснить, то это некая такая цифровая объединенная реальность, в которой помимо реального мира присутствуют объекты цифрового мира, которые искусственно созданы, которые были туда помещены человеком с какой-то целью, с которыми, как правило, можно как-то взаимодействовать, вот, и мы их видим обычно с помощью каких-то устройств. То есть это обычно либо шлем виртуальной реальности, либо это там мобильные какие-то устройства, либо это там гарнитуры, там смешанной реальности, там Magic Leap, HoloLens. Какие люди причастны к теме, путают дополненную реальность и смешанную реальность, определяя, что дополненная реальность это типа то, что работает на телефонах и планшетах, а смешанная реальность это типа то, что работает на очках смешанной реальности. На самом деле это не совсем так, то есть дополненная реальность это просто способ создания вот этой вот реальности, когда объекты дополненной реальности накладываются поверх видеоизображения, да, то есть поверх как бы картинки, а смешанная реальность это когда они туда как бы интегрируются. И просто ввиду технических определенных водных это, как правило, возможно либо на специальных устройствах, либо вот там с относительно недавнего времени, там благодаря там с третьего и аркета, когда мы там видим теперь, ну он умеет различать объекты, может там виртуальный объект за объектом, естественно таким образом вот смешанная реальность появляется. Да, так вообще в BTU, конечно, до сих пор народ путает, что такое VR, что такое VR. Ну это в том числе одна из моих миссий, то есть я хочу, ну поскольку я вижу вообще во всей этой движухе очень большие перспективы для, вообще для всех, потому что для меня все это направление целиком, это про некое новое там пространство и новые возможности связанные с этим пространством. И самое главное, что это, ну как бы, может быть здесь не стоит делать акцент на слово дешевый, но это дешевый опыт, да, то есть это доступный опыт, который человек обычно может как бы получать довольно дорого. То есть мы там можем симулировать относительно бесплатно такие ситуации, которые в реалии человек, ну как бы им трудно в них попасть и пережить этот опыт присутствия в этих ситуациях. И вот, соответственно, одна глобальная моя миссия в продвижении этой технологии, поскольку качество этого опыта связано с целым набором различных обстоятельств, часть из них связана с использованными технологиями устройствами и с их развитием, да, а часть из них связана с осознанной практикой применения этих технологий, то есть с дизайном, с мышлением, из которого этот дизайн вытекает. То есть что ты можешь сказать, да, что это про там плотность пикселей у корсетов, про там отклик во время отклика, про там задержки, про там какие-то вещи, связанные с обратной связью, тактильный там запах и так далее. Но я считаю, что очень большая часть, это такой айсберг и очень большая погодная часть находится именно в области осознания человеком именно опыта взаимодействия в такой вот трехмерной среде, как бы, ну, то есть мы шли через 2D форматы, да, и до сих пор как бы мы идем через 2D, все, что на экране 2D, ну, там, про газеты, про постеры и прочее, прочее, мы там вообще говорить не будем, да, и все еще даже если мы говорим про какую-то сферу, ну, например, развлекательную, да, игровую, где вообще основная, в принципе, задача это как раз сформировать максимально, там, ну, может быть, нет, нет, значит, сформировать максимально недостоверный опыт, да, но сформировать какой-то такой, типа, вау, типа, опыт, да, эмоциональный эффект и вот это все. Даже там, вот только, не знаю, мне кажется, последние, там, 2-2,5 года появляются хорошие образцы того, как создатели этого контента переосознают подходы к игровому дизайну, и они не, типа, не делают трехмерную игру и добавляют туда функцию VR, а как бы они полноценно осознают всю специфику восприятия человека в виртуальной реальности и работают именно с ней, все механики на это устраивают и так далее. Но я думаю, это долгий путь, и если честно, у меня нет, ну, то есть, если мы говорим про отметку 100%, я думаю, что это такая история, помимо, ведь там существующих форматов виртуальной реальности развиваются еще куча параллельных направлений, то есть, в этом году или даже в прошлом уже году Apple заявила о том, что они очки смешанной реальности упускают, причем, как бы, ну, они заявляют, что это будет, как бы, обычный форм-фактор, да, Facebook на последнем Connect анонсировали свои очки смешанной реальности, там, про его намазка сегодня, вот, не возьмем, там вообще, ну, говорить не будем. И, ну, то есть, это я к чему, что я вот сейчас оцениваю вот этот формат, который сейчас существует, но я при этом понимаю, что в какой-то момент развитие этого формата перетечет в то, что просто, ну, этот формат сменится, и правила игры, там, все поменяются, ну, не то, чтобы, там, не знаю, я не про рынок, а именно про то, как это именно работает, что, ну, у меня нет опыта использования таких, там, технологий, как MirrorLink, я, 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 у меня есть опыт использования очков смешанной реальности, таких, там, как HoloLens и Magic Leap, они пока на текущий момент дают такое, очень смешанное представление, прежде всего, потому что, ну, там, короче, вот такое вот окошечко, если ты смотришь, ну, это не совсем то. Ну, я, вообще-то, как-то вынес для себя какое-то такое замечание по поводу, вообще, этой технологии, что они вообще часто через бизнес внедряют, и мне кажется, что это связано с тем, что, в принципе, просто бизнес, как юниты, да, они более, как бы, прочные и ресурсные, чем какой-то отдельно взятый человек, и они могут себе, там, позволить такие, там, эксперименты, такие эксперименты внедрения инноваций, в частности, например, да, они могут, там, какие-то ресурсы делать, типа, R&D, связанные с какими-то направлениями, которые пока еще не про, там, какой-то, прям, профит здесь сейчас, да. И, конечно, это связано с тем, что, чем менее твердая история прямо сейчас, тем потенциально, наверное, более перспективно, потому что, чем раньше все зашло, если это реально какая-то работающая история, тем, как бы, ну, больше на выход ты можешь получить плюшек. Помимо этого, я вижу отдельное направление бизнеса, где реально есть профит от применения этих технологий, и, как бы, это все вообще укладывается в общую вот эту движуху, связанную, там, с индустрией 4.0, с реализацией и так далее. Есть отдельное большое направление, связанное с обучением, и я считаю, что, там, VR или, там, тренажеры в формате виртуальной реальности, soft skills, hard skills – это, ну, суперинструмент для обучения. Мы недавно сформулировали такую какую-то простую мысль, которая передает смысл, что VR – это практика, а не теория. И это очень важно, потому что, как бы, практический опыт стоит обычно дорого. Ну, это, с чего, в принципе, я мысль начинал. И есть, ну, есть не просто направление, там, бизнеса, да, мне кажется, есть практически в каждом бизнесе такие части, связанные с рисками или дорогостоящим оборудованием, и, ну, риски тоже разные, могут быть финансовые риски, или это могут быть репутационные риски, или связанные риски, там, с угрозой для жизни, здоровья, там, работников и так далее, да. То есть, если более конкретно какие-то примеры приводить, там, от банальной подготовки персонала в области, там, пожарной безопасности, которая, ну, условно, очень сложно наработать опыт правильного поведения во время пожара. Ну, в общем, это такая история, что ты можешь, конечно, там, много книжек прочитать, много фильмов не смотреть, но когда наступают какие-то реальные обстоятельства, включаются то, что не включалось в тот момент, когда ты читал эти книжки, да, и ты, и все это становится абсолютно бесполезным, потому что, ну, начинают работать механизмы, которые, как бы, не про, они не про знания, да, они про, там, отработанные навыки, когда, вот, если у тебя есть какой-то автомат, вот он включится, а если автомата нет, ну, как бы, если ты очень осознанный человек, да, и ты умеешь очень хорошо управлять своими эмоциями, ну, наверное, у тебя, конечно, больше шансов, но это в целом про СОВСКИ, вот, да, в любой ситуации. Но если говорить про среднестатистическую вот человека, то, ну, просто факт в том, что можно сделать, там, вертельный ажер по пожарной безопасности, которым можно дать человеку опыт, ну, как бы, пребывания в этих обстоятельствах, причем эти обстоятельства могут быть, как, там, жестко смоделированы, так и гибкими какими-то, вот, и заканчивая, там, какими-то вещами, которые связаны с взаимодействием, с, там, сложным, дорогостоящим, там, крупногабаритным оборудованием, которые, там, не знаю, какая-нибудь, там, турбина на гидроэлектростанции, которая, там, ломается раз в 50 лет, но когда она ломается, там, это убытки, там, на десятки миллионов долларов, и есть, там, не знаю, какой-то один-единственный дядя Вася, который как-то раз присутствовал, когда она сломалась, да, и который на практике может показать, что нужно делать, а все остальные, да, они, там, вот, были, там, не знаю, раз в два года выезжали на макет или, там, читают какие-то методички или еще что-то, ну, то есть, а есть, вот, приложение в VR, где ты каждый день ее, там, можешь, как автомат калашниковый, да, на карамборгу делать. Да, то есть, это вообще, мне кажется, проблема, которая формируется, формулируется, как, типа, ожидание реальность, да, всегда, потому что, ну, как бы, обычно максимально, как мне кажется, да, обычно максимальное ожидание формируется у людей, которые, как бы, максимально далеко смотрят, ну, видят, да, и для них это все очевидно, они такие, чуваки, ну, сейчас же, ну, это же, вот все, оно же появилось, сейчас, короче, это все поменяет, и, ну, только эти люди не понимают, что есть люди, которые вообще не видят, что что-то поменялось, есть люди, которые видят, что что-то происходит, но они не понимают, что происходит, зачем это нужно. А помимо того, что они не понимают, у них есть гораздо более устоявшиеся паттерны. Это про адаптивность. Просто, наверное, надо принять себя. Это так работает и действительно с этим не поспоришь. При этом у меня нет какого-то пессимизма на этот счет. Есть некий пессимизм по тексте, но мы не будем философию глупить. В общем, это однонаправленный процесс. И так или иначе мы туда придем. Я просто считаю, что я могу сесть и сидеть сложа руки и ждать, когда все произойдет. А могу готовиться к этому, могу развивать какие-то вещи, могу искать, что прямо сейчас можно сделать, что я сейчас могу с этим делать. Что я могу сделать, чтобы когда эти ребята наконец к этому пришли, чтобы это было максимально эффективно, быстро и так далее. Поэтому, конечно, я считаю, что здесь одна из ключевых проблем это то, что я сказал про видение, текущую ситуацию. Я уверен, что есть большое количество людей, которые хотели бы этим воспользоваться, но они просто не понимают, что это такое и как этим воспользоваться. И для таких людей просто, в том числе, мы в ближайшее время собираемся делать обучающую программу, которая будет там с каких-то азов, с общих совершенно вещей вводить там вообще в курс направления икса и давать возможность построить какую-то там, какой-то лодной при себе в голове и как-то начать осознанно в нем двигаться. Слушай, а как думаешь, что если, наверное, чуть-чуть отойти в сторону, ну скажем, научного или вообще доказываемого применения VR, кажется, что никаких нормальных, адекватных статей пока на эту тему нет. И в целом мы там обсуждали внутри, что, может быть, нам самим выступить инициаторами этого. В какую сторону ты бы попал, если бы у тебя был GAP-E, ты бы поехал делать PHD где-то и была возможность сделать какое-то исследование в этой сфере. Что бы ты анализировал, что бы ты исследовал, какие бы метрики замерял, так, чтобы, ну, я думаю, озвучиваю вот эту мысль, которую у нас в компании, как бы, мы горели ей, что мы на кончиках пальцев понимаем, что это работает. Но доказанных каких-то исследований нет. Вот в какую сторону ты бы копал, смотрел, чтобы ты мерял? Да, это очень хорошо. Вопрос. Человая история во всей этой движухе, ну вот на уровне, прям, какой-то земли, да, когда, там, какой-то супертвердые опоры, это когда, если бы у нас были какие-то параметры измеримые и какая-то теоретическая база настолько прочная, настолько же, насколько там, не знаю, теоретическая физика, да, когда, когда, там, мы, там, говорим, что уровень, там, инотеда, ну, и, там, есть единица измерений и прочее. И, ну, в общем, как бы мы поверхностно достаточно этой мысли коснулись, что, ну, это все про человеческое восприятие, про психику и про обработку информации человека, про то, как он работает вообще с информацией. И, вроде бы, как эта тема, она достаточно давно, не только, ну, как бы, не столько в области, там, эксара, да, обсуждается... Ну, ну, кстати, наверное, физиология. Да, да, то есть это, там, оцифровку, по сути, там, человеческой психики, и, вроде бы, как там все очень сложно с этой точки зрения, и сложности находятся как на, ну, реально, каком-то физическом уровне, так и на политическом, политическом с точки зрения научного сообщества и того, как там, всех процессов того, как это все, там, работает. Вот, поэтому, конечно, ну, было бы круто, если бы мы дошли вот до такой детализации этих процессов, связанных с человеческим восприятием, когда бы мы смогли, ну, реально, там, в общеизвестных, там, в которых системы, не знаю, занесены единственные измерения, ну, приходите, ну, расчет показывает заказчику, насколько у него, там, повысится условимость информации, например, да, у людей, и дальше вывести, как это повлияет на, там, риски, там, и так далее, и так далее, вот. Но выглядит так, что в классическом понимании это, там, сделать практически невозможно, вот. У меня единственная альтернативная мысль, которая возникает, это иметь просто, ну, как бы, такую теоретическую базу простую, ну, понятную и настолько простую, чтобы для людей, ну, для того, чтобы люди ее воспринимали и доверяли, как бы, тому, что они воспринимают, не нужно было, чтобы это было, там, не знаю, закреплено на научном сообществе. Вот эти фотографии. То есть на пальцах объяснить, что это работает. Да. И это, конечно, в большей степени про опыт, про накопленные кейсы, и про, ну, про опыт работы с кейсами до их начала процесса, и после, там, кейстайли, и, ну, то есть про то, насколько качественно упаковывается это все, и насколько весь процесс эффективен в донесении информации до конечного пользователя, да, потому что все-таки, ну, как бы, на каждом этапе нужны определенные компетенции работать, с этой информацией. В контексте именно образовательных таких курсов для менеджеров, я скорее имею в виду такое последующее использование этих, там, навыков, знаний, да, то те, кто к нам приходят, это компании, которые, например, или уже начали инвестировать в XR, то есть они делают какие-то эксперименты, что такое, у них, может быть, уже есть какое-то видение, или, может быть, они без видения это начали делать, да. И, ну, то есть мысль такая, что мы сейчас выстраиваем такую, там, информационную базу, которая нам позволит, как бы, вот, как раз на пальцах примерно показать, там, людям best practice, да, и, там, как выглядит процесс на треке, там, один год, там, три года, пять лет, куда это вообще вроде бы как все движется, из чего это состоит, что это, ну, вот в чем сейчас мы можем померить, там, value, да, которую применение каждого конкретного продукта дает. И, условно, там, оценить в баллах, там, от одного до десяти, насколько сейчас у компании хорошо внедрены, там, например, XR какие-то технологии, и, например, если компания говорит, что, да, окей, мы увидели, где мы, мы увидели, там, что вокруг, да, и мы, да, мы планируем двигаться в каком-то направлении, и мы, конечно, хотели бы делать это эффективно, и, ну, тут есть какая история, что, фон, вы можете пройти к нам, и мы за ручку вас будем вести, да, и, ну, как бы, все сделаем в лучшем виде. Или вы можете у себя внутри начать понимать какие-то, ну, растить свою компетенцию в этой области, сделать свой, там, XR-отдел, или хотя бы, чтобы у вас появились какие-то позиции со стороны закупок, например, да, там, там, какие-то project-менеджеры, которые ориентированы на эту историю, то есть как стать эффективным закупщиком XR-технологии, условно, да, то есть как правильно формировать вообще ожидания, сформулировать, там, бизнес-задачу, как формулировать какую-то, там, продуктовую гипотезу, ну, и так далее, и так далее, да, как, там, не знаю, правильную команду, там, внутри нанять, как правильно работать, там, с аутсорс-командой какой-то, да, как уложиться в сроки, как уложиться в бюджет, как это все измерять, как сделать так, чтобы был максимальный выхлоп, ну, и так далее, вот. Естественно, это о том, как компания, если она уж решила вкладывать деньги в это, как она может максимальную пользу для себя и извлечь из этих вложенных денег. Ну, я правильно понимаю, что наша задача больше через обучение сделать продажу. Ну, то есть получается, что мы столкнулись с проблемой, что на стороне заказчика мы часто вынуждены рассказывать людям, как технология работает и как ее внедрять, и мы просто хотим сэкономить, скажем так, свое время и усилия и одновременно расширить потенциальную воронку заказчиков через обучение. Да, тут есть в целом целая воронка смыслов, и, да, на таком самом базовом, приближенном уровне, это действительно как в каналах и дегенерациях, но как бы то, что меня эта штука, в общем, мотивирует заниматься этим, и я вижу, скорее, в этом способ ускорить весь процесс в целом, вот. И меня это гораздо больше мотивирует, чем… Ну, конечно, ну, в смысле, меня деньги мотивируют, и проекты люди новые, и интересные, и так далее, но хочется, чтобы все уже увидели, что это реально круто, и они научились этим пользоваться, и, как бы, чтобы каждый начал увеличивать эффективность этого процесса, и все, по экспонентам в целом. Ну, то есть я вижу, скажем так, разные уровни погружения, которые мы можем дать, потому что мы, в том числе, делаем курсы, там, хардовые, смысле, там, для разработчиков и так далее, и, в смысле, человек может быть настолько, ну, настолько может заинтересоваться, что, не знаю, захочется заниматься этой темой плотнее, не только, там, в каком-то граничном спектре, и мы, ну, за вообще. Ну, да, в общем, как бы, в среднем, скажем так, да, это такая… Начну с вводной того, что, как я все видел до начала пандемии… У меня было видение достаточно такое, наверное, простое, классическое про, там, IT-аутсорс компанию, которая, там, расширяет хаус-команду за счет наращивания, там, технических компетенций и базы, там, знаний, снижает себестоимость реализации, там, каждого последующего продукта, ну, и таким образом мы растем, дальше мы расширяем стэк и, ну, и так далее. Когда наступила пандемия, оказалось, что у нас, там, примерно 70% воронки было завязано на оффлайн-проектах, и примерно, ну, у нас есть такая специфика вообще в самом, что у нас, там, средние, крупные проекты, они, там, либо в большей степени постоплатные, либо полностью постоплатные, и, там, сложилось, там, несколько факторов. Один заключался в том, что вот эти 70% воронки, они просто исчезли. Те оплаты, которые, как бы, должны были долетать, ну, в определенные промежутки времени, они в эти промежутки времени не долетали. И это, конечно, привело нас к такой ситуации достаточно щепетильной. Но стандартной, по меркам. Ну, да. Да. Вот, поэтому я как-то, ну, я, на самом деле, очень благодарен за этот момент вообще лично судьбе, потому что мне кажется, что это было не совсем верное направление, и даже не в каком-то абстрактном общем смысле, а в применении к тому, вообще, как для меня это все, как бы мне хотелось, да, и что я вообще хочу как-то видеть. Во-первых, это обострило какие-то моменты, которые вот в той параде могли заметать под ковер, потому что ресурсов достаточно было для этого. И это оголило все вот наши неэффективные места. Из-за того, что я начал с этим работать, для меня, наконец, стала очень прозрачной вообще вся история с упаковкой, с дегенерацией и, ну, с вот нашими воронками, ну, с продаж, ну, то есть какими-то такими составляющими бизнес-процессов, с которыми, вроде бы, надо было как-то давно уже разобраться. С точки зрения, там, продуктовой, я думаю, мы повернули в гораздо более перспективную сторону, потому что, ну, оффлайн, так или иначе, это ограничение, и это ограничение не только с точки зрения применимости, но и с точки зрения условий, в которых это все существует. То есть, ну, пример, вот для меня, то есть мы, нас повлияло сильно, несмотря на то, что мы IT-компания. Вот. Сейчас… Оффлайн-проекты ты имеешь в виду? Бетель, выставки? Бетель, да. Вот этот маркетинг, да? Ну, там, как бы, вроде как не только маркетинг, но, по большей части, это все обычно, да, привязано к мероприятиям, но все равно это пилот, который надо показать на каком-то мероприятии, чтобы он стал в последующем чем-то больше пилотом. Ну, в общем, да, это маркетинг. Да. Отдельная история, то что мы со страха залетели там в тендерную историю и достаточно неплохо ее стартанули, и там забрали 3-4-5 достаточно крупных проектов. вот. Отдельная вот история, что мы… что мне удалось наконец нормальному упаковать, ноябре наконец перевыкатим сайт, такой бультилизированный упаков, который как раз отражает мою вот эту философию продажи через обучение, вот, потому что я надеюсь, что человеку, распопадая на эти лейдинги, ну, им будет достаточно информации для того, чтобы принимать решения как-то более-менее осознанно, а не просто, типа, они XR-ом, типа VR-ом, VR-ом занимаются, ладно, позвоню, а потом будет понятно, что там дальше делать. Отдельная история – это там с оффлайн-воронкой, ну, это вот вся вот эта движуха, и, ну, мне просто, я не знаю, это, наверное, не всем про компанию больше про меня, то есть я начал больше вот этой деятельностью заниматься, связанной с, там, с формированием, там, не знаю, обучающих материалов или вообще в целом концепции обучающих, и я там начал больше времени уделять изучению, там, каких-то ресурочей, и, ну, то есть я начал шире смотреть, ну, и это то, чего мне не хватало, мне кажется, достаточно долго времени, потому что я, наоборот, в какой-то момент, несмотря на то, что я в какой-то момент вышел из самого производственного процесса, я все равно достаточно жестко привязан был к текущим реалиям, и это, ну, тоже, как воспринимается, ну, и сейчас как ограничение, которое мы существовало. Угу. Вот. Сейчас, в принципе, мы, ну, мы разобрались и в текущей ситуации, у нас есть, там, текущий момент нормальный, ворован сопоставимый с тем, что у нас до этого было, и этот год мы, там, закроем, примерно, в тех же масштабах, как мы думаем, что и прошлый, конечно, это не совсем соответствует, там, первоначальным ожиданиям, но, с учетом всего, я считаю, что, если это произойдет, это будет, ну, неплохой результат. Угу. Вот. Помимо этого, есть предпосылки такие, типа, бустерные, которые в последний момент могут все-таки приблизить нас к планируемому результату, но это, скорее, я буду воспринимать как какой-то такой новогодний подарок. У нас 12 человек в штате, у нас на текущий момент в работе 7 проектов, из них у нас, получается, 2 проекта, там, больше 4 миллионов и 3 проекта, там, от, там, одного до трех, вот. В целом, у нас, ну, вот эта история стандартная, с которым мы часто обсуждаем, что, ну, сейчас мы немножко, мне кажется, сменим эту парадигму, но пока это так, потому что у нас есть, там, 33 средних чеков на нашем проекте, как раз, что касалось BTL, маркетинговых проектов, это проект до миллиона рублей. У нас есть, там, категория проектов, которая, ее сложно характеризовать, как, там, авиат-тренажеры, то есть такое, потому что, да, на самом деле, достаточно большой спектр решений разных поделок, но она, скорее, характеризуется уровнем задачи, что ли, ну, и это тоже вообще-то сложно, поэтому, ну, в общем, как-то так выглядело, что у нас есть средний чек, там, в районе, там, двух миллионов рублей, и, там, отдельная категория проектов больше трех миллионов, это обычно, там, проект, которые взятся, там, около года или больше, и это тоже достаточно разнообразный проект, то есть у нас есть, мы, например, недавно добили, наконец, платформу нашу, типа, Pokemon Go для бизнеса, вот, но мне очень нравится проект, потому что он, реально, технически сложный, там очень много технологий, но, там, на бэке используется, и, с точки зрения, это полная реальности, это такой, ну, на бэке – это такой генератор сценариев, а на фронте ты, как бы, играешь в эти сценарии, то есть ты можешь дать доступ к бизнесу, и он там может натыкать сценарий, привязать свою программу лояльности со своими промокодами, и игрок пойдет выполнять сценарий, чтобы получить в конце… Ну, это совершенно по географии, да, то есть на карте может выходить, да, сундуки… Да, 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 ну, там, типа, ты приходишь, там, виртуальный персонаж, он тебе говорит, я там что-нибудь потерял, найди, там, мне тебе надо собрать карту, собираешь части карты, собираешь карту, он тебе показывает, там, GPS-координат, ты идешь туда, хочешь сундук, открываешь его, а там монетка, промокод активируешь, там, типа, регистрируешься в личном кабинете и получаешь, собственно, плюшку. Одинная история, там, это то, что связано, как раз, там, с вертренажерами и с симуляторами, вот мы там, за последний год делали прикольные проекты с, там, Курчановским институтом, где мы очень интересную штуку делали, изначально ребята пришли к нам чисто таким презентационным форматом, где надо было просто оцепровать оборудование и показать реакторный зал, один из реакторных залов, там, Курчановским институтом, ИР-8, вот, а в итоге все это переросло в то, что, как оказалось, у ребят было несколько задач, они достаточно-таки нетривиальны, то есть, вообще, есть такая коммерческая плоскость работы, таких, ну, например, Курчановского института, у них есть там нейтронная установка, и нейтронная установка такая штука, на которой есть разные лабораторные установки, которые работают вот с этими пучками, там, частиц, обычно в эти установки помещаются какие-то образцы, которые этими частицами облучаются, и таким образом выясняются свойства этих материалов, ну, и обычно, там, компании, которые что-то там придумали, разработали новую какую-то штуку из нового материала, они говорят, дайте нам свойства этого материала, и вот так это проверяется, и, соответственно, у них есть накопленная база, и они сделали математический модуль, там, на питоне, чтобы симулировать эти эксперименты, и, то есть, у них два-две задачи, первая – продавать время нейтронной установки в коммерческих целях, вторая – это HR-задача, то есть, новые кадры, и у них вот эта воронка кадровая, она, там, со школы, и, соответственно, мы прикрутили вот этот математический модуль, полностью связали всю эту визуализацию, и ты, там, можешь, там, с Apple Watch, кажется, разворачивается такой UI, да, ты там набираешь параметры эксперимента и видишь в реальном времени, как, там, физически конфигурация оборудования меняется, и ты визуализацию этих пучков видишь, там, параметры и так далее, вот, то есть, это, ну, как бы, с одной стороны, показывает возможности установок, и это, как бы, такая продающая функция, с другой стороны – это обучающий процесс. Когда я начинал, ну, я, может, полшага назад сделал, что мой, там, какой-то совсем прям первый условно-предпринимательский опыт был до этого, это, знаешь, там, дошкольное образование. У нас был проект, там, Сантикафе, и мы, там, ну, в рамках этого проекта мы разные, там, коммерческие микродвижухи делали, там, от организации мероприятий, каворкинга, магазина настольных игр, клуба настольных игр. У нас, кстати, был третий в Москве клуб Magic the Gathering аккредитованный. И, собственно, в ярко я попал случайно, то есть, вот, человек, как мы говорим, Женя, он арендовал просто помещение в антикафе, а я узнал, пришел, что нам человек привез шлем виртуальной реальности. А я, ну, то есть, я фанат Матрицы, там, и, типа, я такой, чё? Ну, то есть, 13-й год был, вот, и, ну, то есть, я, как бы, не то чтобы с гиком был в тот момент, вот, и, ну, то есть, как раз, там, мы, там, созвонились, то есть, это, я, почему, может быть, эта часть интереснее, это было про, для меня про людей, до этого я работал на какой-то работе чисто технической, помимо этого специфика моей работа была, что я вообще один работал, и я просто в какой-то момент не выдержал, несмотря на то, что, там, я был студент, мне было, там, 18-19 лет, и я, там, ну, какую-то зарплату, более-менее, нормально получал, там, не знаю, 50-60 тысяч рублей в свободном графике, ну, то есть, не то чтобы мне что-то сильно напрягало, но я, как-то, скрываться просто начал, и понял, что мне что-то не хватает, и как-то интуитивно меня привело к людям, вот. То, что основная отличительная особенность этого антикафе была для меня в том, что я очень много общался с людьми, прям, очень много. И в какой-то момент я на эмоциональном, сначала уровне, и только потом уже я начал постфактумно как-то на эти результаты смотреть, как-то на результат того, что это родилось в процессе общения с людьми. Собственно, так я познакомился, там, с Женей, мы начали делать эту всю историю, потом была часть, которая была про то, что я осознал, что в том пути, по которым, я думаю, мне не хватает хардовых каких-то скиллов, и я довольно много времени потратил на то, чтобы... Не то чтобы это были самые эффективные процессы, как это можно сделать, вот, но я никогда не искал легких путей. Вот. Ну, в общем, я нарабатывал какие-то хардовые скиллы, мне кажется, два-три года. Мне кажется, вот, примерно до того момента, когда мы с тобой познакомились. Мне кажется, у меня такие, знаешь, синусоиды обычно эта штука идет, когда я, с одной стороны, упираюсь в какую-то границу ресурсов, что ли, с другой стороны, я на этом уровне начинаю видеть вроде как и потенциал еще какой-то, да, я начинаю понимать, что, ну, когда просто нет ресурсов, ну, такой, ну, типа, пойду посплю, да. А когда ты понимаешь, что не хватает ресурсов на что-то там конкретное, да, то есть и на реализацию собственного потенциала, например, и когда я вот, например, с этим сталкиваюсь, меня, видимо, все-таки в глубине души не совсем такой, и я как-то, меня выносит к людям, в общем, потому что, конечно же, самый эффективный, наверное, способ развития в любом, правом в любой области, это коммуникация с людьми, которые находятся там выше тебя в этой иерархии навыков или там, не знаю, в любой другой там иерархии, да, в которой ты хочешь там прокачиваться. Я попал вот так на тренинг, мы с вами знакомились. Первую часть процесса, я думаю, ты фактически сам это делал, вот, по формированию нашей команды, и я в этом как бы не то чтобы какое-то большое счастье принимал, и на тот момент абсолютно точно я как бы не был готов к тому, чтобы там какую-то такую позицию там занимать, да, и функцию выполнять. Но за счет того, что команда у нас появилась, ресурсы поменялись и возможности. Мы эти возможности реализовали, ресурс ставил еще больше, а я по дороге каким-то образом... Береженство. Да, и еще, если ты помнишь, там, не то чтобы это было каким-то прям совсем, как сказать, естественным процессом, да, который, не знаю, мы это обсуждали долго, и там, типа, просто в какой-то момент я почувствовал, что надо сейчас вот это сделать. И не в смысле я, ну, как бы, не то чтобы это прям... И вот эта часть это именно то, чего я хочу. Вот. Но я просто как бы принял это как... Ну, это две стороны дали возможности и ответственность, да. Вот. И это такой обмен постоянный. И, наверное, я немножко постепенно учусь осознавать, в каком месте вот этого процесса я в какой момент нахожусь, где мне, наверное, сейчас там побольше ответственности на себя взяты, где мне надо сфокусировать на реализацию уже существующих возможностей. Ну, и я говорю, да, конечно, ключевая, как бы, история, конверсит и всего этого процесса, там, развитие для меня, это там, ну, люди, с которыми я общаюсь, и качество этого общения, которое автоматически обычно хранится кругом людей. Ну, то есть, это такой процесс, в принципе, про который ты много говоришь. Это мы там, про нетворкинг и... Ну, как бы... Больше про отношения. Про отношения, да, да. Но, в целом, мне именно вот этим нетворкинг нравится. То есть, ну, там, на мероприятиях на последний я здесь... Мне вот, ну, мне вот, не общаться мне очень нравится. Но... То есть, есть всегда какая-то специфика, наверное, да, и пока я не про какое-то прям суперосознанное выстраивание стратегии общения вот этих всех историй, хотя я понимаю, что это, конечно, эффективность этого процесса напрямую влияет на эффективность, там, целого набора других процессов. Я переключился со страха на возможности, что я не знаю, как это назвать, ну, например, на... вместо того, чтобы думать о том, что будет, если я не смогу, да, я начал думать о том, типа, а что я могу сейчас самое клевое сделать, чтобы было так, как я хочу, и что я хочу, и, ну, то есть... Максим Тимофеев в этой теории нам показывал, как закрыта-открытая коммуникация, да, где ты в закрытой коммуникации действуешь от страха, это приводит тебя к определенным состояниям, а в открытой коммуникации от каких-то других внутренних инкульсов, и это приводит тебя к оптотворчеству, к диалогу, к генеративному и прочему еще. Ну, это красные нити вообще, мне кажется, мне постоянно лицом стоятельства тычут, но, как я сказал, у меня есть одна черта, которая мне часто помогает, но часто, наоборот, не мешает, вот. Ну, безусловно, да, потому что есть там какое-то, знаешь, типа, такое, и одно дело интеллектуальный продукт из разряда, я хочу, вот, заниматься творчеством, да, в жизни, я хочу, чтобы моя жизнь была творчественной, другое дело переживание самого жизненного процесса, как творческого процесса, и понимание, что это все мое восприятие, типа, да, как я воспринимаю это, там, как творческий процесс, или как, типа, оценки какие-то, да, ну, любые. И мне кажется, что ключевая вещь, которую я для себя выношу из этой беседы, что все равно в конечном итоге все про опыт, а VR это то, что нам дает этот опыт делать доступным. Да. И в этом плане какую-то я здесь вижу огромную параллель, да, в работе над собой и над своим развитием, и над применением этого опыта в развитии своего бизнеса. Что в конечном итоге, ну, сам занимаясь тем делом, которое меня драйвит, я понимаю, что это, типа, я расту и растет тот проект, который я делал. И в этом плане, да, ключевая вещь, наверное, которую я в сообществе только формулирую, но не хочется ее даже как-то, как это, миссией что-ли повесить, да, что если человек движется в своем, в своей реализации, в какой-то своей судьбе или предназначении, у него получается охеренный продукт или охеренный бизнес. И это работает, похоже, всегда одинаково. То есть, как бы, нет этих чертовых исключений, как, знаешь, типа, там, счастливы все одинаковые, а не ясны все. По разным причинам. Да. Ну, это, конечно, меня иногда прям до такого исторического смеха не следует, потому что, с одной стороны, она какая-то безвыходная, типа, потому что никакого другого пути нет вообще в принципе. ты либо, как бы, реализуешься и реализуешь свой потенциал, да, и тогда ты счастлив. Либо нет, и тогда, типа, вот, разные оттенки вот этого. Но, с другой стороны, она и упрощается, да, то есть, и это упрощение открывает, как бы, возможности. И при этом еще мое тоже несформулированное предположение до конца, что в конечном итоге реализация любого человека заключается в взаимодействии с людьми и нанесении какой-то пользы, ценности и вообще влияния. И в конечном итоге тот, кто реализовался, он эту ценность оказал наибольшим масштабом. И в этом плане люди, которые в каком-то саморазрушении залипают или в разрушении каминники, да, или каких-то социальных вещей, они не реализуются. То есть, как бы, они снова уходят в какой-то тупик, их эго загоняет в какое-то нересурсное состояние и, не знаю, правдами или неправдами добиваются чего-то эти люди или нет. Ну, у меня вопрос большой. Наверное, точно такие истории есть. И, мне кажется, там с этим солидным Тиньковым какая-то суровая дебата намечается на эту тему. Однозначно я уверен, что есть точно противоположная точка зрения, кто считает, что, блин, парень. Мы сейчас и расскажем, как делается бизнес и как делается бизнес большой. Но, тем не менее, какой-то внутренний запрос на то, чтобы делать социально приемлемый бизнес и, ну, не знаю, просто открытый и добрый, мне кажется, это супер для нас естественно. Просто, мне кажется, здесь большая проблема в том, что люди в какой-то момент... Ну, то есть, ведь я думаю, когда что-то кто-то начинает, это всегда какое-то позитивное начало, да, то есть мы... Ну, это акт творчества. И просто это в какой-то момент оно начинает становиться чем-то другим, что мы начинаем защищать, типа, и вот это все. Вот, и мне кажется просто, что, да, есть, конечно, вот какие-то консервативные, там, бизнес и так далее, которые залипли просто немножко, вот, и провидные. Но я вот там, мы там были на последнем мероприятии, я очень много там рассказывал про вот эту всю историю с сервисом. И, ну, мне реально кажется, что мы пройдем этот этап, потому что люди поймут, что это все только название, бизнес, и там что-то разделено, как будто бы все, да. А на самом же деле это все просто, все это, как бы, проявление, да, человека и его там реализации. Будем на это замечательные мысли, наверное, заканчивать. До скорой связи. Да, всем пока.